Отсутствие базы данных по импортируемым и экспортируемым товарам из и в Узбекистан имеет отрицательный мультипликативный эффект. Государству это не дает соблюсти баланс при планировании и при расставлении акцентов работы по отраслям и направлениям на перспективу. Предприниматели не знают достоверной конъюнктуры рынка и, можно сказать, на ощупь определяют свободные ниши для ориентирования собственного бизнеса. Для участников экономических процессов это все равно, что оказаться без компаса и карты на малознакомой местности. Президент Узбекистана на видеоселекторном совещании, состоявшемся недавно, обратил особое внимание ответственных лиц на то, что ситуация с экспортом и подходы к вопросам снижения доли импорта за счет производства необходимых товаров и услуг внутри страны должны в корне и в самые короткие сроки измениться. За комментарием к эксперту обратилась Фируза Махмудова. Нурбек Мухаммадович, рост импорта и недостаточный объем экспорта подверглись критике глав государства на состоявшемся недавно видеоселекторном совещании. Вот что делается для исправления этой ситуации? Для исправления этой ситуации, во-первых, если все предприниматели, они сами знают хорошо, государство достаточно уровня стимулирует, чтобы поднять экспортный потенциал в страну. Но, с другой стороны, наступило время, надо изменить подсознание или сознание предпринимателя тоже. Раз уже спокойно можно вывозить или ввозить капитал, естественно, мы можем, мы имеем уже доступ импортировать высокие инновационные технологии. Предприниматели тоже должны как-то понять это, и они должны тоже уже начать импортировать новые технологии, производить конкурентоспособные товары для мирового рынка. То есть работать не только на купле и продажу, а производить, правильно? Производить, да. И кроме этого, есть предприниматели, которые производят товары, но у них не хватает знания, допустим, для изучения внешнего рынка. Как быстрее можно выйти на внешний рынок, вот этот механизм. Для этого надо организовать бизнес-инкубаторы или бизнес-активиаторы. А как это будет выглядеть, вот бизнес-инкубатор? Например, преподают, можно сказать так, изучают, обучают, как правильно составят экспортные и импортные контракты, товаросопроводительные документы, как изучат внешний рынок. Согласно некотерминику, как можно импортировать или экспортировать сырье, экспортировать готовые продукции. И кроме этого, вот этот весь процесс, то, что у нас происходит, электронное, допустим, декларирование грузов, составление экспортных, импортных товаров, и зарегистрировать в портале по правилам «Единное окно». То есть постоянно знакомить новшествами предпринимателей, открывать им дороги, давать знания, правильно? А вот много говорилось про локализацию, про то, что нужно пересмотреть именно подходы по составлению перечня предприятий, которые входят в программу локализации. Вот что он имел в виду, президент, когда говорил про абсолютно новую систему в направлении локализации? Как это будет выглядеть? Попасть под локализацию или программу локализации, это, это мое мнение, он имеет, наверное, вот этот процесс. Не терять время быстро получить доступ на льготы, если они докажут перед государством, что они производят экспортоориентированную продукцию. Помогать предпринимателям, чтобы они завозили нужные товары и производили нужные, как бы экспортировали те места, которые необходимы эти товары. Государство, как бы, весь поддержка дал. Они свободно конвертируют свои валюты, правильно? Свободно оплачивают за товар, за технологии. Выбор только осталось за предпринимателем. Они, если они правильно, вот это, как бы, организуют, как бы, как путь показал наш глава государства, если мы организуем вот так, у нас, значит, в дальнейшем будет очень хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо.